Представляю вам бойца в синем углу клетки. Ему 24 года, рост 177 сантиметров, вес 57,2 килограмма. За его плечами 4 профессиональные победы, ни одного поражения. Представляет клуб «Памир Файтерс» из Душамбе, Республика Таджикистан, Джахангир Сангмамадов. Боец в красном углу, ему 19 лет. При росте 170 сантиметров, его вес составляет 57,1 килограмма. За его плечами 1 победа и 1 поражение. Представляет клуб «Беркут» из Чеченской Республики, Россия, Батухан, Байсуе! Байси на середину. Будьте внимательны, после команды «Стоп» не работаем. Все действия по правилам, все знаете. Пожали руки. Удачи по углам. Первый раунд. Ну и вот, уважаемые друзья, начинается этот поединок очень многобещающий. Здесь уже более опытные спортсмены. Соответственно, файткарда составлена так, что файткарда, что с каждым последующим боем уровень файтеров будет только расти. Ну и здесь Джахангир Сангмамадов против Батухана Байсуева. Пусть профессиональный рекорд Батухана не такой впечатляющий 1-1, но за его плечами богатая любительская карьера, которая продолжается по сегодняшний день. Очень техничный, очень такой зрелищный парень. Мы видели, что в финале или в полуфинале даже Гран-при Беркут он дрался. Вот в прошлом году уже получается, да, чуть ранее. Мы с вами комментировали его бои, Адам. Действительно, очень интересный спортсмен. Ну и, конечно же, Джахангир Сангмамадов. Это уже такой заматеревший боец. Внутренний лоу-кик. И, пожалуйста, такое ложное движение с развороту и удар в туловище. Миддл-кик от Батухана Байсуева. Уже такой заматеревший профессионал с солидным рекордом Джахангир. Он работает очень собранно. Очень неприятные, жесткие попадания со стороны Батухана Байсуева. Мы с вами видим еще один лоу-кик. Очень высокой скоростью этого спортсмена. И сразу движение, движение. Не стоит на месте Батухан. Пытается выманить на себя соперника. Встретить. Меняет стойку, дергает. В общем, такая классическая работа от Батухана. Очень серьезная выучка у этого спортсмена. Старается доминировать Батухан. Притягует. И вот попытка прохода. Защищается вовсю таджикский спортсмен. Ну и все-таки своего, судя по всему, добивает. Да нет, не получается Байсуева перевести. Только вот сейчас. И он рискует оказаться в позиции снизу. Боковой контроль за Джохангиром Занасангамамадовым. Пытается он его укрепить. Но тут же уже переводит более выгодную для себя позицию Байсуев. Соперника идет активная борьба. Партерей за позицию. И вот берет, заходит за спину Байсуеву своему сопернику. Локтями пытается ответить Хангамамадов. Работа в клинче. Борьба за инициативу, как принято говорить, в таких ситуациях продолжается. И сейчас, наверное, чуть более доминирующей позиции, конечно же, находится боец клуба Беркут. Коленом он еще добавляет из клинча. Клетки прижат сейчас спиной Байсуев. Хангамамадов пытается сделать подсечку, но тут же его разворачивает Батухан. Рефери просят убрать, отпустить клетку соперников. Призывает угловые Батухана работать правой рукой, добивать снизу, разбивать блоки. Соперники вот сейчас, хороший удар, достигает цели от Байсуева. И вот все-таки переводит он Хангамадова. И сейчас будет стараться оттягиваться, чтобы улучшить позицию для гранд-энд-паунда. Оттягивается, наносит удар, снова прижимается. Немного восстанавливается после изнурительной борьбы Байсуев. Байсуев пока что мы видим, очень долго не мог забраться в доминирующую для себя позицию российский боец. Но все-таки в концовке раунда ему это удалось. И вот теперь он пытается улучшить, упрочить свое преимущество и забрать этот самый раунд. В то время как наутушающе пытается выйти Хангамадов. И захватил он шею соперника, но слышал предварительную сирену Байсуев. И показывает он рефери, что все в порядке. Он держится, да, заканчивается первым. Сложилось, как говорится. Ну и у нас начинается второй раунд, очень упорный поединок за счет своей настойчивости, за счет желания, за счет подсказок угла, который очень хорошо слушал Батухан Байсуев. Он забрал первый раунд в свою копилку, но тем не менее тут еще ничего не решено. Очень опытный и опасный соперник Джахангир Сангмамадов. Идет вперед, но без ударов Джахангир. Конечно, нужно ему больше бить, больше выбрасывать ударов. Вот сейчас фронт-кик, область туловища со стороны Нагмамадова. Еще один миддл-кик, очень жесткий, это уже было интереснее. Должен пользоваться преимуществом в длине конечностей Джахангир, конечно. Он серьезно превосходит соперника в этом компоненте выше на 7 сантиметров, чем Батухан Байсуев. Ну и более активнее, конечно, включается Джахангир Сангмамадов. И отвечает как раз таки хай-киком, но этот хай-кик пришелся в область именно под подбородком, как говорится. Не дошел до цели. Как раз таки вероятного тех самых сантиметров и не хватило, чтобы донести этот удар до цели Батухану Байсуеву. Еще один миддл-кик от Джахангира. Бэкфист и следом сразу же миддл-кик. Был от Батухана Байсуеву, это одна из его фишек. И конечно здесь нужно протереть настил, потому что очень много воды в этом участке собралось. Ну уже приноровились бойцы к манере ведения боя друг друга. Они уже знают, чего ожидать друг от друга. И конечно здесь нужно придумывать уже что-то более нестандартное к бойцам. Притягует Джахангир своего соперника, два удара. Но был готов к ним Батухан. Внутренний лоу от Байсуева. И тут же тейкдаун навстречу. Очень четкий, своевременный тейкдаун со стороны Батухана, извините, Джахангира Сангбамадова. Своевременно он подсел под атаку соперника, но удержать своего оппонента там не сумел. Возвращаются бойцы в стойку и прижимает своего соперника Джахангир к сетке. Будет ли он снова пытаться перевести Байсуева в партер? Сам Байсуева ведет в атаку. Пытается он реваншировать этот эпизод. Отыграть его в глазах судей. Но пока не удается ему провести полноценный тейкдаун. Сетку прихватил Джахангир и тут же предупреждает рефери Ашота Шугянову, что нельзя нарушать правила. Забирает спину Байсуев своего соперника. Тут же разворачивается Хангбамадов и опять-таки он пропускает проход. Байсуев снова в концовке раунда забирает позицию. Находится он в позиции гарда. Конечно же не так удобно отсюда работать. Тем более, когда еще ногами его блокирует Хангбамадов. И пытается перейти в маунт. Хотя бы фулл маунт. Но опять-таки мешает ему это сделать таджикский спортсмен. Спортсмен понемногу оттягивается Байсуев и наносит удары. Как может, старается виздать Хангбамадов Байсуева. И пытается выбраться из-под него. Он понимает, что если сейчас ему это не удастся сделать, то третий раунд вообще будет очень сложным для него. И такое ощущение, что уже смирился Хангбамадов с тем, что не получится у него подняться. Поэтому уже... Хотя нет, он пытается Кимура провести. Но захват такой не самый плотный. 20 секунд до конца второго раунда. Сейчас просто вяжет Батухана и пытается провести удушающий прием с позиции внизу. Хангбамадов тяжело, наверное, было в этой ситуации. Рассчитывает на что-то таджикскому бойцу. И он пропускает сразу несколько ударов в корпус. И еще вот перед самым гонгом, оттянувшись, Байсуев сумел пробить в голову. Позади вторая пятиминутка. Вот угловые. Мы в первом раунде поговорили об угловых. Агбамадова, ну а секундирует Байсуева, известные бойцы ACB, Харон Арзумиев и Висхан Магомадов. Яркие моменты второго раунда на ваших экранах. Агбамадова, ну а секундирует Байсуев и Висхан Магомадов. Призывает Ашо Тошигаев быстрее секундантов покинуть клетку, потому что уже время, отведенное на перерыв между раундами, закончилось. Батухан Байсуев против Джохангира Сангмамадова. Второй бой. Грам-при Беркут Янг Игглс в наилегчайшем дивизионе. Напоминаем, это одна шестнадцатая финала. Третий заключительный раунд. Начинает с лоу-кика внутреннего бойца этот раунд. Но нет других, скажем так, не должно быть других задач у Хангмамадова, кроме как постараться финишировать своего оппонента. Сделать это из борьбы вряд ли у него получится, поэтому ему сейчас наверняка он настраивается на один завершающий удар, который потрясет или же напрямую даже отправит его соперника в нокаут. Потому что мы понимаем, что первые две пятиминутки, конечно же, остались за Байсуевым. Ищет, ищет момент Джахангир Сангмамадов для того, чтобы донести свои удары до цели. Но пока лишь работа ногами в его действиях мы видим. Этого недостаточно, потому что соперник очень много двигается и пробивает навстречу более быстрый взрывной. Мы сейчас видим после мидл-кика левый удар в туловище. Не успевает реагировать на действия соперника Джахангир, поэтому ему нужно начинать к самому атаки сближаться, бороться. Ну и руки, конечно. Руки в этом поединке практически бездействуют у Джахангира. В распоряжении бойца из Москвы, родом из Таджикистана, напоминаю, чуть больше трех минут для того, чтобы попытаться что-то сделать в этом поединке. Нужно быть решительнее. Решительнее мы только выиграем от этого как зрителя. Ну и правый свинг через руку ушел. Соперник увидел, он издалекает удар. Соответственно, в догонку выброшенный панч не достиг своей цели. Огрызается Батухан, лоу-кик и сразу же уходит. Охотится за ним. Вот это уже опасно. Мидл-кик плотно лег в оба живота. Тут левый боковой ложный удар. И сразу проход в ноги от Батухана Байсуева. И есть тейкдаун. Первый тейкдаун в этом раунде. Аккурат на экваторе пятиминутки проводит его Батухан Байсуев. Здесь уже будет контроль. Время играет на бойца клуба Беркут. И он, конечно же, будет развивать свое преимущество. Где-то можно отдохнуть, перевести дух, отлежаться на сопернике. Но ровно в таких рамках, в которых это позволит сделать рефери Ашот Ашугян. Мы знаем, что рефери не любят, когда бойцы залеживают друг друга. И тут очень хорошие, качественные две атаки со стороны Байсуева. Корпус-голова. Корпус-голова. Вяжет соперника Джахан Гири таким взглядом. Буквально призвал Ашота Ашугяна поднять их в стойку. Сигнализирует Батухан Байсуев, что нарушает правила. Как раз таки Джахан Гир Сангмамадов. Но дает продолжать работать им Ашота Ашугян. Чуть больше минуты до конца этого поединка. Второй бой турнира Беркут-Янг-Иглз. Одна восьмая финала. Налегчайший весовой дивизион. И вот тот должен определиться. Второй участник четверть финала. Ну и конечно стоит отметить, что действительно, Адам, четыре поединка нужно для того, чтобы выиграть это гран-при. Вы оказались правы. Потому что с одной восьмой начинается турнир. Соответственно, одна восьмая, одна четвертая. Полуфинал и финал. Прихватывает сетку Джахан Гир. Но этого недостаточно, чтобы удержать бой в стойке. Снова переведен в партер Джахан Гир. Вынужден оказаться на спине. Ну и вероятно вынужден признать свое поражение в этом поединке. По крайней мере, по логике вещей. Все идет к победе Батухана Байсуева. Который очень тактически, четко, грамотно провел этот бой. Где надо включался. Где надо двигался. Брал паузы, где нужно было отдохнуть. В итоге это должно принести ему успех. Да, ну, сейчас нам нужно просто дождаться формальности. Официально вердикт судей. Но, исходя из того, что мы увидели в этом поединке, конечно же, однозначно бой за Батуханова Байсуева. В первом раунде еще сопротивлялся. Даже неплохо. Он не давал перевести себя долгое время Сангмамадов в портер сопернику. Но уже начиная с концовки первой пятиминутки и во втором и третьем раунда. Батухан делал то, что он планировал изначально. Ему было это давалось ему все легче или легче. Очень важная победа для молодого бойца клуба Беркут. Теперь он выходит на новую победную серию и с положительным рекордом будет готовиться к следующему поединку. В начале, да, трансляции я сказал, что это 1-16, но, конечно же, это 1-2 финала. Единогласным решением судей победу одержал боец красного угла Батухан Байсуев. Клуб Беркут Чеченская Республика. Да, это 1-8 финала. И, конечно же, теперь победитель этой пары Батухан Байсуев проходит четвертьфинальную стадию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!